О, вот и Рипл по 46 подъехал. Даже интересно, что у них сейчас в головах. Я думаю, я знаю, что сейчас в голове у многих, кто увидел преломление 10 тысяч по биткоину. Но я хочу, чтобы ты сконцентрировался на мне. Друзья, всем привет! Джук и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. На улице жара, на рынке жара. Действительно, многие не ожидали, что у нас будет пробой 10 тысяч долларов. Все-таки логичнее было бы пойти через набор ликвидности. Но на самом деле ситуация очень даже неплохая. Для тех, кто не в курсе, я сделал закрытый канал с ежедневным обзором рынка. Да, кстати, парни просили передавать привет выпуск. У нас уже более 100 человек. Но я обещал свою закрытую группу не нахваливать при каждом удобном случае. Действительно, от уровня 9400 я все-таки по биткоину ждал, что будет набор ликвидности. Соответственно, я ожидал его в уровне 8900. Но маркетмейкер решил иначе. Причем, хотел бы обратить ваше внимание, что то, что мы сейчас преломили уровень 10 тысяч, это было исключительно решение маркетмейкера. Потому что объемы у нас явно были нацелены на продажу. Но каждый раз точечно маркетмейкер огромными ордерами, там по одному ордеру 300-500 тысяч долларов сразу выкупал рынок. Прям искусственно держал, я сейчас добавлю эту фотку. То есть у нас как бы на рынке нету объемов, но только начинают сливаться позиции, маркетмейкер сразу все выкупает. Но, друзья, мы не знаем, что на уме маркетмейкера. В итоге он вывел актив за уровень 10 тысяч долларов. Почему мы с вами от десятки, то есть десятки шли так слабенько, и от десятки мы с вами увидели довольно сильный всплеск. Все очень просто, это стопы шортистов. И на самом деле, я думаю, маркетмейкер здесь именно того и добивался. Для того, чтобы собрать стопы по шорт-позициям, плюс, соответственно, показать какую-то общую эйфорию на рынке, какой-то убер-рост, начать загонять новых клиентов в рынок. По биткоину можно сказать однозначно одно. Если нас будут лить, то лить нас будут очень круто. Потому что, на самом деле, каких-то сильных поддержек сейчас у нас просто нету по биткоину. И в любой момент маркетмейкер может этот рынок обрубить. На данный момент у нас действительно держится уровень, и это очень хорошая возможность зарабатывать. Почему? Да потому что сейчас в любом случае будут литься объемы в альту. Причин несколько. Во-первых, распределение с битка. Сейчас самое разумное – это распределять свои средства из биткоина в альткоин. Это раз. Два. Когда заходит на рынок новый участник, соответственно, биткоин уже вроде как растет. Я понимаю, что будет покупаться биткоин в том числе, и уровень, для которого сейчас могут дотянуть вплоть до 11900, потому что поддержку в 10200 мы с вами пробили. Соответственно, предыдущий хай у нас находится на уровне 11900. Но все равно сейчас правильнее покупать альткоины. Мы, соответственно, в закрытой группе набрали уже позицию по Stellar Lumen. Также набрана была позиция еще раньше по Ripple. Ripple уже там дает какой-то хороший процент. Stellar Lumen я набирал от 121 тысячной до 122 тысячных. На данный момент данная позиция тоже плюсовая. Большая часть активов у меня сейчас находится в криптовалюте, но при этом я держу фиатные средства на всякий пожарный, если на нас начнут очень сильно лить. Но сейчас как монеты, так и рынок показывают абсолютно бывшую ситуацию для роста альткоинов. И действительно, с очень большой вероятностью сейчас любой альткоин будет стрелять. Что нам, соответственно, даст возможность заработать? Биткоин я использую в большей степени сейчас как индикатор. И если честно, что он сейчас будет показывать, не совсем важно. Ту формацию, которая нужна для роста альты, он уже дал. Соответственно, я считаю, что сейчас правильно держать позиции в альткоинах. По Ripple у меня были сделки на 46-47 центов. Я их отменил, потому что действительно, во-первых, Ripple по фундаменталу сейчас очень неплохо смотрится. Во-вторых, ситуация с биткоином. И есть на самом деле неплохая такая вероятность, что Ripple покажет больше, чем просто рост до уровня 37,5 центов. Напомню, это его предыдущий хай. Цели по Stellar Lumen следующие. Соответственно, если мы сейчас остаемся с вами внутри... Чего? Что ты на канале? Про трейдинг криптовалют. Да, блин, научи заработать. Чего? Помоги заработать. Ну, подписывайся. Вот так вот меня все время просят. Помоги заработать. Я изо всех сил, конечно, стараюсь, но дай бог. Ладно, друзья, смотрите, цели по Stellar Lumen. Но если мы рассматриваем локальный канал, то это уровень 12,9. Если смотреть Stellar Lumen более глобально, то там может быть прострел вплоть до 14, до 15 центов. И на самом деле сейчас сделки по нему я не ставлю, потому что действительно на этом росте может Stellar Lumen показать очень хороший плюс. Учитывая то, что уже дал какой-то процент, все равно я считаю, что лучше подождать. Также Ripple. По Ripple я, соответственно, поставил будильники на уровень 47 центов. Очень важно, как он себя там будет реализовывать. То есть будут его там сливать или все же будет меняться настроение по рынку и его будут ждать выше. Также, соответственно, я держу позицию по эфиру. Но с эфиром я готов работать от 330. Это будет довольно неплохой уровень, чтобы там рассмотреть, возможно, какие-то продажи для перезакупа. Потому что у эфира на самом деле тоже довольно нехреновый такой потенциал. Ну и сейчас такой рынок, который дает возможность реально поднять какой-то процент своего депозита. Да и, в принципе, преодоление 10 тысяч долларов. Это очень круто, потому что, во-первых, сейчас это все муссируется в СМИ. Сейчас, я более чем уверен, уже начнут новые игроки на рынок приходить. Если вы не только вчера или позавчера узнали о биткоине, уже вовсе гуглите, что такое биткоин, кто что о нем рассказывает. И это показывает, что актив жив, и у актива есть будущее. Но надо обязательно учитывать тот факт, что такой сильный рост не может быть без коррекции. Надо понимать это. Если вы себе нафантазировали уровень 15 тысяч долларов, не забывайте про ситуацию с риплом на 3 доллара и с биткоином, когда он был 17, когда все его ждали по 50. Это все дело будет обрублено. Причем, анализируя рынок, это будет обрублено, ну, прям очень жестко. Поэтому не ловите фомы, не ловите эйфории. На этот рынок надо смотреть спокойно, без каких-то лишних эмоций. Так что, пока есть возможность зарабатывать, зарабатываем. Напоминаю, что в описании вы можете найти ссылку на мои ежедневные обзоры по крипторынку. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего выпуска. Лайк, подписка, комментарий. Работаем.